всем привет с вами снова сергей лайф и в этом видео мы с вами как обычно рассмотрим тот плагин который победил в голосовании вконтакте как видите у нас победил плагин fruity stereo shaper также приглашаю вас подписаться на паблик вконтакте для того чтобы следить за новостями и принимать участие в подобных голосованиях как обычно все ссылки есть в описании к этому видео для первого нашего примера я взял вот такой вот простой бас и здесь у нас установлен stereo shaper так выглядит прессит по умолчанию при загрузке плагина данный плагин у нас предназначен для управления стерео делается это с помощью вот этой вот матрицы здесь находится всего четыре регулятора на первый взгляд это может показаться очень простым но все не так просто давайте пойдем от простого к сложному и рассмотрим два центральных параметра первая ручка у нас управляет громкости левого канала а вторая громкостью право то есть соответственно если мы сейчас эти две ручки установлен в минимум мы не будем слышать никакого звука то есть я вот запустил воспроизведения как видите индикация есть но звука у нас никакого нет давайте обратно сбросим наши параметры и создадим разную стерео информацию для левого и правого каналов но здесь я сильно заморачиваться не буду возьму просто бочку отправлю левый канал а клэп вправы давайте послушаем что у нас сейчас имеется давайте еще раз попробуем настроить эти наши ручки как видите все работает именно так как и должно то есть эти два параметра управляют просто громкостью правого и левого каналов но обратите внимание что ниже среднего положения у нас есть также пространство для перемещения параметра и обратите внимание здесь написано плюс а здесь минус все что выше нашего центрального положения это добавление положительных значений нашего звука то есть мы добавляем громкость нашего звука так как она есть без каких-либо изменений если же мы идем уже в сторону минус в таком случае мы добавляем этот же наш звук но с обратной фазой давайте рассмотрим это на примере нашего баса вот я полностью убрал и теперь иду в обратную сторону как видите здесь есть определенные отметки для нашего удобства и сейчас я установил громкость нашего правого канала то же самое количество но с обратной фазы и у нас получилось что левый канал полностью противофаза правом давайте это также посмотрим через анализатор как видите два наших сигнала в полной противофазе и рассмотрим следующих наших два параметра которые у нас находятся слева и справа как видите здесь у нас изображена красная стрелка идущая от нашего правого канала то есть если мы вот эту ручку будем поднимать вверх это говорит о том что мы в левый канал будем подмешивать наш правый и соответственно вот эта ручка говорит о том что мы в наш правый канал будем подмешивать левый давайте опять перейдем к примеру с нашими ударными где у нас разделен звук и давайте правый наш канал то есть там где у нас club подмешаем в левой обратите внимание наша бочка которая звучала в левом канале никак не изменилась а вот клэп начал звучать ровно посередине посередине он у нас начал звучать почему потому что у нас смотрите громкость в правом канале такая и также мы полностью ту информацию то есть абсолютно тоже количество информации передали в левый канал и именно поэтому наш клэп спанорамировался в середину к сожалению здесь как-либо более доступно объяснить невозможно просто нужно понимать что если громкость в правой и левой колонки одинаково для одного и того же звука он панорамируется строго центр ну и конечно если информация полностью идентична как в нашем случае следуя этой логике можно понять если я подниму вот эту ручку то есть подмешивание левого канала правый я спанорамирую нашу бочку в середину что в общем то у нас сейчас не получилось опять же этот пример довольно легко понять когда у нас есть именно вот такой но звук с полностью разной информации в правом и левом канале и поэтому понятно почему все панорамируется в середину но когда мы с вами берем допустим вот такой стерео звук уже более сложный этот звук уже содержит как общую информацию для левого и правого каналов так и разную и если мы таким же образом установим эти ручки то обратите внимание мы с вами получаем монозвук то есть мид составляющую этого сигнала к сожалению опять же здесь как-то понятно объяснить это сложно здесь очень важно понимать что такое мид и сайт мид это сумма левого и правого каналов а сайт это разница к сожалению опять же это самое простое объяснение которое можно дать мид сайт и если вы его не понимаете то вам нужно просто посидите потратить некоторое количество времени на понимание этой информации обратный эффект получится если мы начнем подмешивать наши правый и левый каналы в противофазе давайте сейчас подмешаем их полностью в таком же количестве но с обратной фазой но здесь немного у меня не точно получилось настроить и как видите вот сейчас я запускаю звук он у меня есть вот показывает эта индикация но я не слышу потому что я все сложил в моно с помощью этой ручки то есть при вот таких настройках у нас получается наоборот только сайт составляющую сигнала мы слышим если вы понимаете довольно легко представляете в голове как у нас складывается фазы становится громче ли наоборот как они вычитаются эту матрицу очень легко понять но если у вас этим сложности то здесь к сожалению вообще ничего не понятно и объяснить это к сожалению крайне трудно в этой или понимаете или нет и если понимаете то это все очень просто но давайте вот еще один пример вот наш стереозвук и давайте в левый канал добавим вот только в левый канал добавим противофазу правого в таком случае происходит такая ситуация в правый канал у нас уходит мид составляющая а в левом канале звучит сайт составляющий почему это все происходит мы перевернули правый канал и добавили в левый то есть то что было в правом противофазой к левому стало в фазе и следовательно в левом канале у нас сайт составляющая стала громче и поскольку мы опять же в правом канале перевернули фазу и мид составляющая у нас тоже перевернулась поэтому из левого канала у нас ушла вся общая информация и мид составляющая спанорамировалась вправо вот как это довольно непросто звучит если вы поняли то поздравляю вас все хорошо с математикой и с численными представлениями но если не поняли то не отчаивайтесь понимать это совершенно не обязательно грубо говоря вот эта вот матрица она в общем то особо и не нужна она в большей степени для людей которые очень не хотят углубленно что-либо понимать ну попросту говоря для задротов дело в том что этот плагин снабжен определенным количеством пресетов которые описывают то что они делают и матрица просто здесь определенным образом настроена ну давайте вот первым посмотрим послушаем первое это вот миксинг у здесь сайт выберем давайте послушаем вот таким образом мы слышим только сайт составляющей давайте другой вы пресс от выберем допустим мид таком случае только мид составляющей то есть моносигнал ну и так далее допустим вот lr в ll но в таком случае у нас в обоих каналах будет звучать два левых а как видите здесь этот прессы довольно легко понять у нас правый полностью убран а левый в левой добавлен и с помощью вот этого ползунка у нас добавлен левый правый ну давайте пресс это мы с вами рассмотрим под конец а сейчас продолжим на рассмотрение вот этих вот параметров сбросим наш пресс от и с помощью вот этой ручки мы можем с вами задерживать левый канал относительно правого ну или наоборот право относительно левого то есть мы можем получать так называемый эффект хаоса на самом деле это тот же эффект который мы получали с вами вот в этом плагине в прути стерео энхансер с помощью вот этой ручки обзор этого плагина уже есть на канале можете его посмотреть сильно останавливаться на том что такой эффект хаоса я не буду но к примеру вот я открыл анализаторы давайте посмотрим как каналы задерживается друг относительно друга как видите наши каналы друг относительно друга сместились на определенный промежуток времени так вот этот промежуток времени мы с вами установили с помощью этой ручки в результате этого получился эффект хаоса и звук приобрел стерео ширину давайте сбросим эту ручку и рассмотрим следующую ручку фазы ручка фазы позволяет изменять фазу наших гармоник на определенной частоте но соответственно в левом или в правом канале только в одном из них то есть на самом деле это обычный фазовый фильтр но давайте на примере шума посмотрим как это работает вот и загружаю обычный розовый шум и давайте начнем крутить ручку фазы как вы только что видели у нас по спектру нашего шума появилась впадина дело в том что данный анализатор складывает перед анализированием сигнала его в моно и если у нас звук на каких-то частотах имеет противофазу он естественно вычитается и у нас как раз таки получается вот это впадина то есть давайте рассмотрим один из примеров дело в том что когда мы расширяем наш бас с помощью эффекта хаоса как мы рассматривали видео курсе по пространственной обработке у нас может случиться так что основная гармоника основной тон нашего баса может начать быть в противофазе то есть в левом правом канале здесь опять же на этом сильно не буду останавливаться посмотрите видео курс по пространственной обработке там мы подробно на этом с вами останавливались вот я включаю бас и давайте услышим то место когда наш бас начнет терять основу то есть низкие частоты обратите внимание я перевожу звук в моно чтобы это лучше слышать и вот обратите внимание при таком значении задержки у нас из звука пропали низкие частоты все из-за того что вот здесь давайте посмотрим на анализаторе вот гармоника вот эта основная при таком значении задержки в левом и правом канале они стали в противофазе как следствие у нас пропадает низкие частоты и вот как раз таки в этом случае нам может помочь фазовый фильтр который у нас настраивается с помощью вот этой ручки то есть вот наш бас вот здесь основной его тон он у нас пропал и следовательно нам нужно повернуть гармоники находящийся в основном тоне то есть вот здесь чтобы это более наглядно показать давайте я настрою вот в эту область с помощью шума наш фазовый фильтр вот как видите вырез мы примерно в это место и поставили теперь давайте копируем значение ну давайте его даже запомним и просто вручную поставим и теперь давайте снова слушать наш бас и крутить ручку фазы и как видите да вот в этом положении у нас вернулись низкие частоты в наш бас опять же здесь немного сложно это понять вот так это сходу но есть несколько видео которые могут прояснить вам эту ситуацию если вы не очень хорошо поняли первое видео как я говорил из видеокурса по пространственной обработке там подробно рассматривали что такое эффект хаос и почему пропадает вниз в басе вот как в данном случае и второе это про фазовые фильтры как они работают мы с вами рассматривали видео про фазер есть такое видео называется что такое фазер и как он работает вот посмотрите два этих видео и все у вас станет намного более яснее но здесь единственное отличие что опять же имейте ввиду фазовый фильтр применяется для одного из стереоканалов то есть так мы его применяли к левому каналу ну а так вот применяем правом и получаем примерно тот же результат но теперь давайте уберем наше моно и послушаем как мы расширить наш бас то есть настроив параметр delay мы довольно сильно расширили наш бас но при данном значении в сложении в моно у нас пропали все низкие частоты что естественно плохо чтобы компенсировать эту потерю мы применили фазовый фильтр к этим низким частотам вернув наш основной тон то есть эту гармонику фазу и после этой операции в сложении в моно у нас перестал пропадать низ таким образом мы получили моно совместимый бас он стал широкий конечно остались некоторые артефакты при сложении в моно но в общем миксе в общей массе звуков это может быть даже и незаметно и вот такое применение этого эффекта к месту тогда когда вы работаете допустим с вав треками и вы не можете вернуться в синтезатор чтобы расширить бас вот можете таким образом попробовать расширить этот звук и сохранить его низкие частоты хорошая моно совместимости далее у нас есть два таких переключателя про и пост с помощью этого мы просто выбираем когда у нас применяется эффект хааса который устанавливается с помощью этих двух ручек перед нашей матрицей или после но в данном случае поскольку мы матрицу нашу никак не настраивали поэтому мы не слышим никаких изменений вот допустим я случайным образом настроил нашу матрицу и здесь уже оказывает влияние то как у нас используются эти наши ручки перед нашей матрицы или после и рассмотрим последнее это переключатель для посыла звука по нашей боковой цепи с помощью этого параметра мы можем установить канал для посыла разницы которая у нас получается матрицей но смотрите у меня сейчас звук на нашем третьем канале давайте создадим сайчейн посыл на допустим 6 канал делается он очень легко просто создаем обычный посыл и выкручиваем 0 все у нас сейчас создан сайчейн посыл на 6 канал теперь этот 6 канал мы можем выбрать из этого меню на нашем третьем канале вот обратите внимание здесь выбираю insert 6 у нас есть здесь insert 6 именно потому что у нас на третьем канале стоит наш стерео шейпер и есть сайчейн посыл на 6 канал и теперь если я буду настраивать какие-либо параметры ну вот в нашем случае смотрите я допустим полностью уберу правый канал как слышите результирующий звук у нас не поменялся то есть мы также слышим стерео звук но разницу которую я создал то есть убранный мой канал у нас отправился на наш сайчейн посыл то есть на 6 и тут мы уже можем применить какую-нибудь обработку ну для чего это нужно допустим вы хотите стерео эквализацию произвести вот у меня левый канал остается сейчас на третьем а правый ушел на 6 здесь я могу их по-разному эквализировать но опять же делать это незачем вы можете взять обычный стерео эквалайзер допустим тот же самый от fab фильтр где можно настроить и левый правый канал и эквализацию и в общем-то нужды в этом плагине тоже опять же нет но все это можно сделать опять же это будет интересно очень до точным людям так называемым задротом здесь есть также более сложные прессы ты но вот допустим вот здесь в миксинге у нас сайт мид разделитель вот если вот так настроить и в таком случае так нам нужно использовать стерео сигнал давайте его используем вот наш стерео сигнал у нас здесь на третьем канале остается сайт составляющая а на 6 канал у нас по боковой цепи ушло мид ну и вот таким довольно простым образом мы можем произвести именно средствами fl studio без патчера мид сайт эквализацию вот я таквализировал сайт отдельно от мид но опять же зачем это использовать этот плагин если вы можете просто взять допустим эквалайзер от fab filter pro q и там есть возможность прям в нем эквализировать мид сайт составляющие отдельно также здесь есть вот такой пресс это в таком случае у нас наоборот на третьем останется мид она шестой уйдет сайт составляющей здесь конечно же с помощью вот этой матрицы можно разницу очень большую настроить я вот случайным образом настроил эти ручки я даже в голове не представляю что с этим получится но вот таким образом я смог применить разную обработку для того что у нас осталось на нашем третьем канале это что ушло на шестой вот так это работает применение конкретно вот этому приему кроме как разделение на мид сайт и какой-то уже индивидуальной обработки я вот других применений особо этому не вижу но если вам интересно поэкспериментировать и вам понялись какой причине все-таки нужно понять что же происходит со звуком так вот что делает как работает параметры я уже вам сказал осталось все это просто представить в голове мне на самом деле это не нужно поэтому это я оставлю вам ну и как я говорил давайте рассмотрим пресс которые здесь есть здесь различные эффекты обычный эффект хаоса создания как видите используют только эта ручка дальше это такое старое звучание некоторые испорченные получается попробуйте тоже эффект фейзера и другие стереоэффекты это как я говорил мы будем слышать только сайт составляющие звука далее этот пресс тоже рассмотрели просто инвертирование каналов то есть тот же самый звук то же самое если бы мы просто нажимали вот на эту кнопку то есть опять та же самая ситуация вы или можете просто нажать вот на эту кнопку для переворачивания каналов или загрузить стерео шейпер и настроить вот таким образом нашу матрицу то есть мы уже с вами рассмотрели как она работает и довольно здесь просто понятно что оба наших канала играет с той же громкостью но в обратную фазу вот и все так она и переворачивается далее это инвертировать отдельно левый или правый это разделение левого и правого в таком случае у нас но когда мы использовали сейчейн посыл то есть наши каналы просто разделяться один останется здесь а другой в нашем случае ушел на шестой далее lr влл но это как левые правые каналы в них будет звучать только два левых lr в м с в таком случае в левом у нас будет учить мид а в правом сайт таким образом интересный стереорасширение можно получить вот если нужно использовать есть довольно простой пресс это вот он называется совершенно не обязательно понимать как работает эта матрица дальше помене на местами левый и правый то есть lr в р л далее это левый правый в правый правый мид это мы уже с вами тоже рассмотрели и здесь мид сайт лр на самом деле два вот этих пресс это они связаны вот если вот этот интересно можно использовать для панорамирования в левый правый стерео составляющих то этот немного другой вот дальше у нас сайта же мы уже с вами рассматривали но чем отличается вот этот сайт от этого сайда когда мы выбирали этот сайт то есть мы это и слышали оставшуюся разницу нашего стерео сигнала а выбирая этот сайт мы слышим нашу разницу в моно то есть это тоже самое сайт составляющей но без разницы в каналах вот так ну и как я и говорил вот этот наш пресс от так давайте вот lr м с сначала делаем кодировку давайте опять дублируем наш стерео шейпер и здесь мы наоборот выберем пресс от м с в лр сейчас мы изменений с вами звуки не будем слышать вот что включая выключая эффект разницы нет но дело в том что теперь все что находится между нашими стерео шейперами любые эффекты обработка левого канала это будет у нас мид составляющая а правого сайт составляющей довольно такая странная кодировка но для чего это к примеру нужно допустим у нас есть вот такой вот астерео эквалайзер от waves но он не может работать в мид сайт режиме и поскольку у нас здесь стоит два плагина которые сначала кодируют мид сайт составляющей в разный канал а потом вот этот перекодирует обратно все плагины находящиеся между этих двух у нас начинает быть мид сайт плагинами давайте отключим и вот здесь я настраиваю эквализацию для левого канала и получается эквализация для левого канала это мид составляющая а правого это сайт то есть теперь поместив сюда любой стерео прибор мы из него получаем прибор не для работы с левом и правом канала а прибор для работы с мид и сайт составляющей но допустим когда это может быть полезно есть у вас вот такой вот компрессор и этот компрессор вам очень нравится и вы хотите его применить для работы с мид и сайт составляющей этот компрессор не может работать таким образом но поместив между этими двумя плагинами с выбранными нами пресситами этот компрессор именно так и будет работать если мы берем здесь стерео связь вот здесь у нас показывается обработка мид составляющей а здесь сайт составляющей вот так это работает такой непростой плагин к сожалению некоторые вещи здесь в принципе невозможно понятно объяснить такие как мид и сайт и что происходит когда мы настраиваем некоторые из параметров нашей матрицы их нужно просто понимать если вы не понимаете нужно просто внимательно послушать буквально несколько простых слов и несколько часов посидеть представляли в голове что они означают тогда вы начнете понимать этот плагин но на самом деле все это не нужно все это уже воссоздано во многих плагинах ну вот допустим есть такой бесплатный плагин msid и вам не обязательно понимать эту матрицу если вы хотите спанорамировать отдельно мид составляющую влево а сайт составляющей вправо вы загружаете этот бесплатный плагин и здесь есть такая ручка как мид пан и сайт пан и надобность при вот этой операции в этом плагине совершенно отпадает и опять же если вам нужно сделать больше мид составляющую уменьшить сайт составляющие есть вот эти вот ручки мид гейн и сайт гейн и даже пресс это вот эти которые мы с вами рассматривали вот это лрв мс и мс лр здесь тоже есть первое то то кодировать выбираем ставим второй плагин и здесь выбираем где кодировать и в таком случае опять же в между нашими двумя мсидами есть мы поместим наш api вот этот это будет тоже самое пи начнет работать как мид сайт этот же плагин опять же на себя берет львиную долю необходимых возможностей здесь конечно с помощью этой матрицы можно очень некоторые экзотические маршрутизации смешивания каналов изменений мид и сайт сделать но лично для себя я не вижу это полезным если вы для себя где-то этот плагин откроете с интересной стороны то наверное это очень хорошо но если вы затрудняетесь в понимании этой матрицы просто советую вам не тратить на нее времени каких-то незаменимых вещей вы с помощью нее не получите ничего особенного она не делает поэтому просто не заморачивайтесь ну вот пожалуй все с вами был сергей лайф очень надеюсь что хоть кому-то из вас это видео оказалось полезным не забывайте подписываться на канал впереди еще много интересных различных видео всем пока